Добрый вечер, дорогие коллеги! Я работаю сейчас над проектом, который я условно для себя называю «Формирование и развитие арабского лингвистического мышления». Речь идет о том, как видят сами носители арабского языка ту систему, которая является предметом наших изучений. Нам известно, как ее представляют у нас в Европе, но эти представления не всегда адекватны самому устройству. Арабская языковическая традиция отличается тем, что она, это свидетельство многих специалистов, отражает практически многие, отражает особенности этой системы. Собственно, тема, большая тема, которая у меня сейчас в работе, она называется «Части речи», по ней сделано было сообщение на осенней конференции лингвистов в высшей школе экономики. Речь шла о частях речи. Главная идея вот того сообщения, что сама проблема в арабском языке – это не проблема частей речи, а, внимание, проблема частей речи. В центре внимания арабских исследований, арабских исследователей находится речь, а у речи есть свои минимальные единицы, это предложения, и, соответственно, весь ресурс, лексический ресурс арабского языка рассматривается в проблематике частей речи, сквозь призму участия в порождении коммуникативных единиц, минимальных коммуникативных единиц, называемых «калям». И вот именно поэтому выделяется столько, сколько вы знаете, классов единиц. Единица предельного членения чего-то, термальная единица – это по-арабски «харф», то есть сколько «харфов» выделяется. Их один, два «харфа» получают свое наименование. Первый «харф», то есть первая часть речи – это «аль-исм», второй «харф» этой классификации, то есть предельная единица членения – это «аль-фиаль» глагол, и третья единица так и не получила своего названия, а получила дефиницию. Это часть «харф» которая выражает значение, которого нет ни у имени, ни у глагола. Это вот краткая тезис собственно предыдущего доклада, который я делал по этой тематике, тематика частей речи. Предлагаемое сегодня сообщение о местоимении находится в рамках вот этой частеречной главы. Личное местоимение арабской языковой системы я ограничусь где-то вступлением в эту главу и финальной частью. Личное местоимение арабской языковой системы способно выполнять две функции в оформлении высказывания – диектическую и анафолическую. Диектическая функция первична. Она связана со распределением ролей лиц в процессе речевого общения. Ее личное местоимение выполняет всем своим составом. В арабской языковой системе 12 лексических единиц личных местоимений, которые выступают как словарные формы. «Ана» – единицы вот этого ряда. «Анафолическая функция вторична». Ее выполняет ограниченное количество местоимений. Местоимения начинающиеся за… Кроме словарной исходной формы, арабское личное местоимение имеет и другие формы, которые оно принимает в разных синтаксических позициях, когда вступает в определенные смысловые отношения с другими словами. Общее количество личных местоимений с учетом пяти форм каждой местоименной лексемы составляет их 12 словарных единиц, у каждой пять форм. Речь идет об «энте» – «расам» – форма «энте». «Расам» – «те» – нарисовал «ты». Слитное местоимение «те». Соответственно, раздельное и слитное для именительного падежа или «рапа» вот таким образом насчитывается. Для обвинительного или «насма» также имеется раздельное и «еэка». Мы берем на примере местоимения второго лица. И слитное «яэка» на «абуду». И слитная форма «расамэка» – «расамэка». Он нарисовал «тебя». Для родительного «аджар» имеется только одна слитная форма. А системе не нужны две формы, поскольку то, что имеет характеристику родительного падежа, оно всегда находится контактно со своей собственной причиной. Сейчас я вхожу к финальной части своего фрагмента, части речи «Личное местоимение», которое я хотел вам доложить. Местоименная система каждого конкретного языка, по словам Гумбольда, отражает своеобразие его грамматического струна. Ее описание является в каком-то смысле описанием всей грамматики этого языка. Так вот, наиболее значимое для коммуникации своеобразие арабской языковой системы, отражаемое его местоименной подсистемой. Это наличие двух типов предикаций, двух типов предложений, которые противопоставляются друг другу на всех уровнях информационном, синтаксическом уровне формальной структуры арабского предложения. Это именное предложение джумля-исмия и глагольное предложение джумля-фиалия. Различие между ними принципиальное для всей арабской языковой системы. Оно требует специального рассмотрения в свете задач формирования арабского лейбинистического мышления у обучающих арабскому языку и изучающих его. Здесь же важно подчеркнуть, что арабская местоименная система используется для противопоставления именного предложения глагольному имеющимися у нее средствами. Это разные местоименные группы для обозначения одного из участников предикативных отношений подлежащего. Подлежащая тема именного предложения, аль-муптеда, выражается раздельной формой личного местоимения для именительного падежа. Домир мунофасыль лиррафа. Анта рассан. Подлежащая субъект действия глагольного предложения, это все входит в содержание арабского слова фэрэль, выражается слитной формой местоимения для именительного падежа. Домир мунофасыль лиррафа. Расэмте. Таким является те мафтуха в конце данного графического и фонетического слова, но не синтаксического. Специфической только для личного местоимения является категория лица. Аль-мутакеллим, аль-мухатаб, аль-гайм. Она включает в себя следующее противопоставление оппозиции. Говорящий, слушающий, соответственно, обозначается знаками. Общим для них знаком является ан, для слушающего – т. И отсутствующий общим знаком для всех единиц с этим значением является харп-гэ. Эти противопоставления проявляются только при выполнении личным местоимением своей основной первичной функции, соответствующей его предназначению, а именно диэктической, указания на роль лица в процессе общения. Ее выполняют все 60 единиц именной группы слов. 12 местоимений умножить на 5 словоформ каждого из них. Другая вторичная для местоимения функция – анафоническая. Ее выполняют только 25 единиц, то есть те, которые в своей основной функции указывают на отсутствующих лиц. Общее, что имеется для всей языковой системы, что мы узнаем из этого факта, местоименной подсистемы арабского языка. Это совмещение нескольких функций одним и тем же знаком или рядом знаком. Это типично для всей арабской языковой системы. При этом одна из них всегда является исходной, основной формой ослий, другая или другие вторичной – производной фарый, нередко и замещающей с собой что-то – януву аган. Следующая категория определенности неопределенности – от тариф от танкир – охватывает собой все единицы именного класса слов. Специфической особенностью личного местоимения является то, что оно обладает наивысшей степенью определенности. Это значит, что при сочетании двух именных слов, одно из которых – личное местоимение, получается, различие степени определенности, то есть различие степени определенности уже фактом присутствия личного местоимения обеспечено. И оно учитывается синтаксисом именных предложений. Сравните ГУАРСАМ, ГУАРСАМ по типу, первое и второе – это предикативные конструкции, несмотря на то, что первое – ГУАРСАМ, второе – ГУАРСАМ. Определенность ГУАРСАМ ниже определенности ГУАРСАМ. Кстати, за определенностью неопределенностью, большей определенностью, меньшей неопределенностью, скрываются понятийные категории. Какие? Общее, частное – ААМ, МОН, ХАС. И, соответственно, со всей градацией – ААМ и АХАС. Категория числа тогда я сейчас что-то про нее скажу. Аль-Муфрад, Воль-Мусэнна, Ват-Танкир. В арабской мистерименной системе – троично. Она включает единственное двойственное и множественное число, ничего нового, никому не говорю. Отражая количественные параметры объекта, она в то же время обеспечивает согласование языковых единиц в пределах именных претикативных и атрибутивных словосочетаний. Здесь необходимо специально подчеркнуть, что категории числа в арабской языковой системе обладают только единицей именного класса слов. Только единицы именного класса слов. Несмотря на оставшиеся 100 секунд, еще раз повторю. Только единицы именного класса слов. Арабский глагол, в отличие от европейского глагола, числа не имеет. Примеры. Расама аль-Уалед – нарисовал ребенок. Расама аль-Ауляд – нарисовал. Раса аль-Уалед – нарисовал они. Вот что мы здесь перед собой имеем. Они – это личное местоимение, слитное для именительного падежа. Так квалифицируется в арабской языковической традиции. Вывод из этих данных – троичность как принцип организации подсистемы типична для арабской языковой системы. Это значит, что не можно встретиться на любой подсистеме. Дальше. Это уже за пределами данного мне времени. Я бы говорил, если бы время было, о множественности. И в этой связи совмещение нескольких функций одним и тем же знаком. И если позволите, о роде. Категория рода – аль-Музак, король, муаннас – охватывает собой подавляющее большинство единиц именного класса слов. В личном местоимении ею охватываются все 60 единиц этого подкласса. В арабском – это категория бинарная – мужской и женский. В первичной диектической функции личного местоимения эта категория отражает естественное положение вещей. То есть, предопределенная природа и ради продолжения жизни различия людей, разумных, аакль, участников речевого общения по полу – мужскому и женскому. Во вторичной анафорической функции личного местоимения к этому добавляется грамматическое значение рода, определяемое формой каждого слова и задачами его согласования в процессе порождения в преддиктативных и атрибутивных синтагонах. Учет естественного, предопределенного природой положения вещей типичен для всей арабской языковой системы и адекватно отражающей ее арабской грамматической теории. На этом я останавливаюсь за большой благодарностью к слушающим и к председателю, подарившему мне возможность завершиться. Вам тоже большое спасибо. Какие будут вопросы, комментарии? Анна Григорьевна у нас всегда задает и темп, и тон, и все. И настроение. Извините, я не хочу. Если кто-то хочет больше, я могу уступить. Просто я хотела сразу обратить внимание на, в общем, действительно, коренные вопросы, которые связаны с нашим арабским языком, о которых Владимир Васильевич сейчас говорил и фактически все аспекты затронул. Вот так будем говорить за 15 минут. Трудно все охватить. Но, тем не менее, у меня как раз по соотношению местоименных единиц арабского языка, будем так говорить, единицы. Вот что, как рассматривает арабская грамматическая традиция, вот некоторую асимметрию, асимметрию между личными, системой личных местоимений арабских и личных глагольных форм. Значит, в чем асимметрия? В двойственном числе, значит, у нас две единицы двойственного числа, два местоимения. А вот в глагольной системе три формы личные в классической паразигме. Значит, две формы третьего лица, двойственного числа, различаются по роду, каталя, каталята. И третья форма двойственного числа уже общая, катальтума. Вот, естественно, в имперфектной форме тоже, значит, личные в местоимении по-прежнему у нас 12, то есть две формы двойственного числа, а глагольных форм 13. Вот за счет большего количества личных глагольных форм двойственного числа. Возможно, что эта система уже редуцируется, как вообще в большинстве языков, вообще категория двойственного числа все-таки, как показывает история языков, сокращается, редуцируется. Вот, но вот в арабском классическом мы застали еще вот такую дифференцированную форму, но почему-то уже вот в самостоятельной форме только две, значит, у нас формы. А вот в глагольных... Вот обратила ли арабская традиция Вы знаете, Анна Григорьевна, для системы арабского языка и, соответственно, адекватно отражающей ее арабской грамматической традиции, да не хочется мне брать Давайте, Расаме. Расаме и Расаме Те они имеют один и тот же показатель Галяме двойственного числа. Это Алиф. А Те, оно не относится к местоимению. Это показатель отдельно женского рода. Вот таким образом распределяются вещи. То есть, а в двойственном числе показатель рода, значит, не нужен? Род показывается вне зависимости от двойственного числа и при отсутствии двойственного он, может быть, выражен. И он поэтому имеет специальный знак. То есть, здесь, если Ка Та Ла Те здесь два знака, выполняющих разные функции, то есть, работающих на двух разных предпринимателей, соответственно, получающих разную зарплату. Алиф работает на тех, кто заказывает число, соответственно, передает значение 2, а Те работает на тех, кто обеспечивает выражение рода. Вот и все. Они просто, они сошлись вот вместе, но они вместе сошлись, пожалуйста. Так же, как, предположим, Ра Тугу, я читал его, сошлись вместе. Вот кто здесь? Я сошелся вместе, он сошелся вместе, он эта книга будет получена. Но для двойственного, для формы, для местоимения... Один единственный показатель Аляма, это двойка, где бы то ни было, в том числе и местоименного имени, а вот Алиф, который при глаголе это местоимение и так далее, здесь вот Алиф, и только Алиф выражает значение двойственного числа. Одновременно, правда, ему, бедняге, приходится и выражать значение именительного падежа, потому что он занял место той позиции, того харпа, конечного, харпа-ли-араб, где должен быть падеж. Поэтому Алиф берет на себя по совместительству, как и я пока тоже еще делаю в этом плане, берет на себя по совместительству функцию выражения, внимание, именительного падежа, араб. Поэтому, скажем, кита-бэни, вот этот Алиф выражает двойственное число, и по совместительству он выражает значение именительного падежа, внимание, замещая тем самым того главного, кто должен это значение выражать, а это дома. Поэтому этот Алиф – Танубу, а не дома. Вот таким образом система нам рассказывает вот эти, скажем так, сказки грамматические. Алиф – Courtney Hunt – Продолжение следует...